Мир изменился. Уже почти год прошел с того момента, как планета узнала о существовании COVID-19 и начала с ним бороться. За это время было испробовано много методов противодействия вирусу. Однако на данный момент нет лекарственных препаратов, которые действуют на сам вирус. Есть лекарства, направленные на минимизацию последствий от коронавируса. Основные последствия это, во-первых, воспаление. И здесь применяют противовоспалительные препараты самые разнообразные, в том числе гормональные, которые как раз и снижают воспалительную реакцию. Еще одним воздействием вируса на организм является повышение свертываемости крови. Именно поэтому врачи назначают еще и антикоагулянты, то есть препараты, которые разжижают кровь и препятствуют тромбообразованию. Помимо этого, основной удар коронавируса сосредоточен на легких человека. Во время болезни нарушается работа легких и повышается риск бактериальных осложнений, вследствие чего отдельным пациентам назначаются антибиотики. Но это не для лечения коронавируса, это для профилактики бактериальных осложнений. И уже, чтобы вирусная пневмония не перешла в бактериальную пневмонию. Но хочу еще раз отметить, что антибиотик сам по себе на вирус не действует. И применять его для профилактики абсолютно нельзя. Также профессор отметил, что все препараты, которые используются для лечения коронавируса, обладают сильным действием и возможными побочными эффектами. Поэтому заниматься самолечением категорически запрещается. В данном случае нельзя заниматься самолечением. Обязательно нужно обращаться к врачу, пройти диагностику. И только при подтверждении коронавирусной инфекции можно применять такие сильнодействующие препараты. Также профессор подметил, что самым действием методом на данный момент является переливание от переболевшего человека плазмы – жидкой части крови, в которой находятся тела против коронавируса. Есть одна процедура, которая действительно направлена на сам вирус. И это антитела, которые вырабатываются в крови у переболевших коронавирусной инфекцией. То есть если такую плазму перелить тяжело больному пациенту, то антитела сразу же вступят в бой, свяжутся с вирусом и будут мешать ему дальше заражать организм клетки пациента. К слову, COVID-19 еще не изучен до конца. И существует теория, что вирус мутирует. Однако совсем скоро вакцина против вируса будет создана и мир снова заживет прежней жизнью. Лев Диденко, Леонард Альтияров, Универ Ньюс.